Время – главный ресурс, здоровье – великая ценность, а дети – доступный способ бессмертия. Для менчанина Виктора Тарасевича базовые человеческие ценности недавно подверглись опасности. А началось все с того, что в феврале мужчина решил отправить дочку в санаторий. Как раз у нее перед этим было обострение, то есть она простудилась, у нее был цистит. А в санатории, так сказать, вот тут написано, что болезни системы почек лечат детский санаторий «Случ», который находится в Луцком районе. Ну и мы решили, что действительно после проведенного лечения ребенку не помешает еще там подлечиться, так сказать, отдохнуть и набраться сил. Доверив ребенка воспитателям санатория, Виктор рассчитывал, что его дочь возьмет от природы свежий воздух, из столовой витамины, а от сверстников – приятное общение. Не думал Виктор, что вдовесок восьмилетняя Саша регулярно будет получать тумаки от местного хулигана. Ну, звонили, созванивались с дочерью, чаще она мне звонила. И, значит, в один прекрасный момент она говорит, что папа, вот такая ситуация в моем классе, в моем отряде, значит, мальчик, он меня бьет, бьет кулаками, бьет ногами, на уроках, на уроках переменную особенно, бьет тоже ногами, линейкой бьет. Вот, и я обращалась к преподавателям, все делают вид, что как будто бы ничего не происходит. Воспитатели, которые на время смены в лагере или санатории несут ответственность за жизнь и здоровье детей, заверили Виктора, что ситуация под контролем. Его дочка в безопасности, а конфликт с соседом по отряду Владом – обычное недоразумение. Вот только вернулась Саша с лечебного отдыха вся в синяках. Когда я приехал Сашу забирать, она мне ничего не сказала, что вот такая ситуация была, то есть я увидел все эти синяки на ней, когда она приехала домой и пошла в бушнице. У меня шок был. У меня был просто шок. На уроках, когда мы собирали столовую, в раздевалке. Он к нам в комнату заходил, тоже бился. Я ему давала сдачи. Я даже пыталась куда-нибудь убежать, чтобы он меня больше никогда не увидел. Но он все равно всегда подходил, бился. А дальше было заявление родителей в милицию, снятие побоев у девочки и лаконичное общение с администрацией санатория «Случ», а также с вышестоящей организацией ОАО «Белогроздравница». Судмедэкспертиза обнаружила у Саши легкие телесные повреждения. После проверок и правоохранители и специалисты «Белогроздравницы» признали, что претензии родителей Саши не обоснованы. Отец девочки 17.02. в день отъезда также не высказал никаких претензий в адрес работников санатория. Для нас полной неожиданностью была его устная жалоба директору на третий день после отъезда. Экспертиза подтверждает, что не было даже кратковременного вреда и расстройства здоровья. С эмоциональным и психологическим настроем в Саши тоже было все в порядке. Я просто хочу, чтобы, во-первых, людей наказали, те, которые виновны. И вот впоследствии я сейчас буду подавать заявление в суд, потому что везде пришли отказы. Повторный отказ из прокуратуры пришел, из милиции. Заметим, что претензии у Виктора не к родителям хулигана Влада, а к воспитателям санатория. Ведь именно педагоги недосмотрели ребенком. Если будет установлено, что телесные повреждения ребенка были причинены в период нахождения его в лагере, и они были по причине недосмотра персонала, то тогда претензии можно предъявлять непосредственно к администрации санатория. Только в суде можно будет определить меру наказания для воспитателей. Что же касается моральной компенсации, она может варьироваться. Адекватная сумма за причинение легких телесных повреждений, не повлекших. Ну, в районе 10 миллионов, это с учетом того, что это малолетняя лица. Однако без доказательств обвинение в периодических избиениях несет весьма условный характер. Нужны, по крайней мере, свидетельские показания. К слову, детей, пострадавших в санатории от агрессивного мальчика, увы, много. Например, Костя Журавский из Жодина был в той же смене, что и Саша. С разрешения мамы мальчик делится впечатлениями об отдыхе. Мы все ходили с синяками, он нас всех бил, матом ругался. Мы вообще сначала игнорировали, потом, когда он нам, ну-ка, надоедал уже. Мы жаловались воспитателям. Воспитатели нам говорили, вы терпите. Мы не могли терпеть того, что нас унижают, во-первых. Во-вторых, бьют ни за что. Да, действительно, Малькевич Влад – обездоленный ребенок, одноклассник Сашеньки, мальчик из приемной семьи. Но ни к администрации, ни к сотрудникам санатории на его поведение жалоб со стороны родителей и других отдыхающих не было. Впервые за 33 года санаторий получает жалобу на травму после отъезда. Репутацию, как известно, трудно заслужить, зато потерять доброе имя можно в два счета. Мы не знаем, чем закончится разбирательство возмущенных родителей со здравницей и как оно отразится на авторитете учреждения. Что ж, этот конфликт разрешится с помощью Фемиды. Я буду подавать в суд по месту жительства уже своего и буду требовать материальной компенсации за нанесение физического страдания моего ребенка и морального. Спустя два месяца после выписки из санатория синяки на теле Саши прошли, а настроение улучшилось. Девочка готовится к летним каникулам, но родители в следующий раз крепко подумают, прежде чем отправить дочь на отдых одну. Предсказаем всех в один из лучших санаториев нашей страны с целью на деле опровергнуть сказанное выше и данную жалобу. Пожелаем здоровья, как и все работники Белоград-Сранницы в санаториях, здоровья вам, уважаемые телезрители, и всем вашим детям. Будьте добры, приезжайте в санаторию Саши. Считается, что детство заканчивается тогда, когда появляются воспоминания, вызывающие грусть. Хочется верить, что в настоящем Саша забыла о синяках и ссадинах и радуется расцветающей весне.